Здравствуйте! В прямом эфире новости. С обзором событий дня вас познакомят мои коллеги и я, Полина Назарова. Сегодня в выпуске. В Хакасии вновь перепрофилируют больницы под ковидные стационары. Ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса заметно ухудшилась. Пока не будет привито население, бороться и работать можно сколько угодно. Но за это время мы теряем жизни людей. В Хакасии близятся к завершению работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Правда, без трудностей не обошлось. В принципе, в настоящее время опасений у нас нет о том, что они сделают не все. В субботу у тигра Сильвера, прописанного в Абаканском зоопарке, день рождения. Кого пропустят на праздник без билета, расскажем. Хищники уже выучили график кормления, ну а именинного торта ждут с еще большим нетерпением. В Абакане продолжают регулировать подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома. Жители 150 многоэтажек до сих пор испытывают дискомфорт. Там отмечается слабый напор горячей воды и плохой нагрев батарей. В администрации города пояснили, на гидравлический режим влияют реконструкция северной ветки, подключение к теплу и горячему водоснабжению новых объектов и замена участков сетей. Восстановить технологические параметры работы планируется сегодня к полуночи. Затем по проблемным адресам пройдут техники. Еще семь человек с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Хакасии. Самому молодому мужчине был всего 21 год. Новых случаев заражения ковидом – 121. Выздоровели 99 человек. И больше 2000 после контакта с больными находятся под медицинским наблюдением. Черногорский родильный дом снова переведут под ковидное отделение. Перепрофилируют и некоторые другие медицинские учреждения. Такое решение озвучено на республиканском оперативном штабе. Ситуация в регионе резко ухудшилась и требует новых мер. Скатываемся очень серьезно. Замглавы Хакасии Ольга Пономарева эмоционально обрисовала положение в республике. Регион на 10-м месте по заболеваемости в стране. Вакцинация почти остановилась, больных все больше. Скорая помощь и другие службы работают на пределе. И все это перед началом эпидсезона. Грипп ожидается очень ранний и сложный, как в 2009 году. Поэтому всех жителей республики призывают вакцинироваться и от ковида, и от гриппа. Пока не будет привито население, бороться и работать можно сколько угодно. Но за это время мы теряем жизни людей. Пора, не знаю, как-то усиливать информационную работу. Свободные койки для больных коронавирусом тают на глазах. За последние два дня резко выросла госпитализация. Минздрав республики решил снова увеличивать коечный фонд. На 200 коек в республиканской больнице и хирургический корпус мы не перепрофилируем обратно. Также с завтрашнего дня снова перепрофилируется стационар кожган-диспансера. Это будет 30 коек. Мы увеличиваем коечный фонд в Саиногорской межрайонной больнице. На следующей неделе будем дальше смотреть. Но, скорее всего, следом пойдет в Черногорский межрайонный родильный дом. Дальше на очереди офтальмология. Будут смотреть по ситуации. На штабе обсудили, проводить ли республиканский праздник урожая Уртунтое. В Минкультуры учли все требования. Два входа, гости и участники с прививками. Маски даже на открытом воздухе. Без сельхозярмарки. Основное театрализованное представление будет проведено на стационарной сцене. Зрители будут размещены на трибунах. И здесь, с учетом всех требований, мы будем зрителей размещать в соответствии с рекомендуемой дистанцией. Через одного человека. Решение по празднику примут в понедельник. И если одобрят, то это будет последнее массовое мероприятие в республике в этом году. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС. Хакасию накроет снегом. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет только холодать. Ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер до 13 метров в секунду. За пару дней в Ненастном, в Арджиникидзевском районе, снег уже накрыл землю на 30 сантиметров. В выходные дни ночные температуры по Хакасии упадут до минус 6. Днем не выше плюс 10. В Абакане ночью до минус 4. В связи с понижением температуры, возможными осадками на дорогах не исключена гололедица. При объявлении штормового предупреждения водителям лучше отказаться от дальних поездок. Автолюбителям в условиях гололеда и тумана необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасное расстояние между транспортными средствами. Очередное ДТП с участием школьников в Черногорске заставило инспекторов ГИБДД и уполномоченного по правам ребенка провести комиссионную проверку. Четырехклассница переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Все произошло напротив Центра развития творчества. Это не первый случай в этом месте. В мае здесь же сбили велосипедистку. ГИБДД предложила администрации Черногорска установить дорожные знаки «Дети», ограничить движение по скорости и организовать искусственные неровности. В Черногорске и Абакане меняют подрядчиков по ремонту дорог. Уложиться им придется в сжатые сроки. До ноября. Но в Министерстве транспорта Хакасии уверены, что все задачи, поставленные в рамках нацпроекта, будут выполнены вовремя. Львиная доля работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приходится на Черногорской Абакан. Только в городе угольщиков на этот год было запланировано для ремонта 8 улиц, это 8 километров асфальта. Где-то предусмотрен ямочный ремонт, где-то глобальная реконструкция. На трех улицах подвели подрядчики, которые не исполнили проектные работы. Пришлось вновь проводить торги, менять организацию, подписывать новый контракт. Из всего объема, который был предусмотрен городу Черногорску, выполнили только на 2 миллиона. В связи с чем было принято решение, текущие контракты расторгнуть и заново объявить торги. Срок исполнения до ноября, в принципе, подрядная организация уже зашла на работы. Начала с подготовительных, по таким улицам, допустим, как Энергетиков, Чапаева, улица Инициативная. Поэтому, в принципе, в настоящее время опасений у нас нет о том, что они сделают не вскоре. Не повезло с подрядчиком и в Абакане, ДСОУ-7 не смогла выполнить работы по реконструкции дорожного полотна в срок по улице Пушкина. Властям пришлось подавать в суд, чтобы внести фирму в черный список. Теперь исправляют недочеты новый подрядчик МЖФ. Это установка колодцев и тротуарных спусков, укладка асфальта по улице Пушкина на участке между Тарасом Шевченко и маршала Жукова. Ситуация парадоксальная. Выявить сразу недобросовестного подрядчика не может никто, ни Минтранс, ни городские чиновники. По 44-му федеральному закону организации выходят на торги инкогнито, предоставляя в документации лишь опыт работ, а по факту срыв сроков и нарушение технологии работ. В результате вновь торги в ускоренные сроки и глобальные задачи для нового подрядчика. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хакасии уже освоено 48% федеральных средств. Динамика есть. Сейчас подрядчики активно сдают проекты. Необходимо привести в нормативное состояние более 50 километров. На эти цели предусмотрен почти миллиард рублей с федерального, республиканского и местных бюджетов. Катерина Ярушина, Станислав Колчунаев, РТС. Черногорские огнеборцы спасали населенный пункт Мохова от условного степного пожара. Сегодня пожарные задействовали уникальную спецтехнику, которая подает воду из отдаленного источника. Пожарная насосная станция забирает воду из любого водоема с огромной скоростью сразу на несколько стволов. А рукавный автомобиль может проложить к месту пожара линию до двух километров, причем прямо на ходу. Тренировка прошла успешно. Легенда учения – это угроза ландшафтного пожара, который двигался на населенный пункт Мохова. Были привлечены лишь состав пятой пожарно-спасательной части, составе 18 человек, 4 единиц техники. Цель учений – это отработка практических действий по прокладке магистральных линий на большие расстояния и тушение пожара. В Хакасии реализуется федеральная программа увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Она позволяет приводить в порядок воинские захоронения тех, кто отдал свою жизнь Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Подробности у Марии Мишниной. Село Устьбюр. На здании местной школы мемориальная доска с именем бывшего выпускника Александра Забродина. На всех праздниках и в памятные даты школьники несут здесь вахту памяти. В армию Александр уходил с большим желанием. Родственники вспоминают, он всегда был смелым, самостоятельным и трудолюбивым. По ягоду вместе ходили. Мы все время везде, у нас черемша, ягода, огороды, мы все везде вместе делали. В армию 18-летний Саша попал в конце 81-го. Учебку механик-водитель БМП проходил в туркменском городе Таджен. А в это время всего в нескольких сотнях километров в соседнем Афганистане вовсю бушевала война. В Афганистане рядовой Забродин оказался весной 82-го в составе мотострелкового подразделения. В одном из боев с душманами был ранен. После выздоровления вновь продолжил службу. На его счету было несколько боевых выходов. Одной августовской ночью маджахеды вновь пытались атаковать советских солдат. Завязался яростный бой. Боевая машина Забродина стала одной из главных мишеней. От прямого попадания из гранатомета техника загорелась. Шансов спастись не было. Через несколько дней в Усть-Бюр пришел груз 200. Александра похоронили на местном кладбище. С того страшного дня прошло уже почти 40 лет. Все это время за могилкой, как могли, ухаживали родственники. В этом году воинское захоронение героя благоустроили по федеральной программе. Ой, большое спасибо всем. Мы очень рады, что такую сделали оградку, хорошую могилку. Все уже от всех наших сестер. Спасибо. Программа увековечивания памяти погибших при защите Отечества рассчитана на 5 лет с 2019 по 24 годы. Внимание уделяется захоронениям погибших в гражданской войне, Великой Отечественной и боевых локальных конфликтах. На сегодняшний день в республике Хакасия в перечне таких захоронений у нас числятся 52 объекта. В 2019, 2020 и 2021 году проведены работы на 25 объектах захоронения. Проведены работы по благоустройству, соответственно, ремонту. И устанавливается везде у нас мемориальная надпись. За мужество и отвагу рядовой Александр Забродин был награжден медалью «Войну-интернационалисту» и орденом «Красной звезды» посмертно. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС. Больше 20 килограммов опасного мяса обнаружили в магазине и кафе «Васкизи». В одной из торговых точек села сотрудники Ростельхознадзора нашли мясо птицы и свинину без маркировки и документов, подтверждающих ее безопасность. Владелец отказался проверять товар. А в заведении общепита в холодильнике обнаружено свиное мясо, тоже без документов. Всю сомнительную продукцию изъяли и уничтожили. Нарушителям выписали штрафы по 3000 рублей. В субботу, 25 сентября, в Абаканском зоопарке будут отмечать день рождения тигра Сильвера. Попасть на праздник можно совершенно бесплатно. Мы узнали, кого пропустят без билета. Смотрите. Завтра Сильвера ждет большое празднование. Символично у любимца всей республики день рождения совпал с днем Амурского тигра. Работники Центра живой природы рассказали, большой полосатый кот по природе ленив. Он не особенно любит дефилировать перед гостями зоопарка. Но сегодня хищник с удовольствием нежится в лучах осеннего солнца, копит силы, чтобы в субботу показаться перед публикой во всей красе. Жировой запас позволяет большим полосатым кошкам в дикой природе обходиться без еды до 7 суток. В Абаканском зоопарке Юнону и Сильвера кормят каждый день. И работники Центра живой природы утверждают, хищники уже выучили график кормления. Ну а именинного торта ждут с еще большим нетерпением. Меню праздничного обеда уже составили. Торт, конечно же, будет не из кондитерской. Сильвер, как и все кошки, любит свежее мясо. Но вкусности ждут не только обитатели зоопарка. Подарки и яркие эмоции получат и посетители. Мы порадуем своих посетителей, прежде всего, показательными кормлениями наших дорогого именинника, ну и соседей тоже, скажем, и пум, и юноны. Обязательно будет праздничный торт для них. И во всей красе они продемонстрируют, как хищники умеют расправляться с условной добычей. А еще будут фотоквест, конкурс рисования, раскрашивания и экологические игры. Причем стать гостем зоопарка можно будет совершенно бесплатно. Для этого нужно просто надеть костюм тигра или какой-то элемент одежды с тигриной тематикой. Начало праздника в 11 часов. Организаторы обещают, интересно будет не только юным жителям Хакасии. Для взрослых посетителей также подготовлена программа. Наталья Данина, Андрей Доржу, РТС. В столице республики открылась фотовыставка «Енисейская Сибирь». Всех желающих приглашают в Краеведческий музей полюбоваться красотами сразу трех регионов совершенно бесплатно. Мишка в тайге или колоритные эвенки в национальных костюмах, а может знаменитые петроглифы – все и сразу, говорят организаторы. Увидеть чудеса Тувы, Хакасии и Красноярского края можно в одном месте. Прийти, может кто угодно, берите детей для школьников, для студентов, для старшего поколения. Выставка совершенно бесплатная. Вот как уже было сказано, еще раз повторюсь, со вторника по воскресенье можете приходить с 10 до 6 вечера. Двери музея для вас открыты. На стенах музея представлены более 40 работ знаменитых фотографов. Цель – показать всю красоту трех регионов. Особенно тех мест, куда неподготовленному человеку не так-то просто добраться. На выставку в первые минуты работы уже потянулись гости. Студенты-дизайнеры и не только рассказывают – здесь они черпают вдохновение. Конечно, привлечет. Тут очень много всего интересного, особенно природа, как она выглядит прям. Культура очень интересная. Посмотреть разные места. Нам посоветовали, сказали, что здесь открытие сибирской выставки. Мы пришли ознакомиться. Вообще интересно. Очень красивая фотография. Не все же люди где-то имеют возможность побывать и познакомиться с территорией того региона, где они живут. Даже для себя что-то новое, интересное увидел на этой выставке. Работа представлена из республики Тыва. Пустынная ее часть. Но я там не был. Довольно интересно. До этого снимки гостили в Туве, после отправятся в Красноярский край. А жители Хакасии смогут любоваться фотографиями вплоть до 24 октября. Выставка расположилась на третьем этаже музея. Обязательно загляните. Полина Назарова, Дмитрий Парахин, РТС. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем информационном портале ТВРТС.ру и в социальных сетях РТС. Хороших вам выходных и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok